Хожебеевская дамба и Хожебеевский лиман Это целый комплекс вопросов, на которые мы не получаем ответ С одной стороны, я вам скажу, нам необходимо укрепить само тело дамбы, которая будет выдерживать нагрузки С другой стороны, нам необходимо понизить уровень воды в Хожебеевском лимане Так вот, это все взаимосвязанные задачи При понижении уровня уменьшится нагрузка на дамбу Что нам мешает привести или уменьшить уровень воды в Хожебеевском лимане? Не работающий глубоководный выпуск, который построили-строили, построили, забросили И сегодня цена вопроса, если говорить без всех юридических проволочек или разбирательств, в том числе судебных Это 48 миллионов, которые нам бы эти деньги позволили закончить насосную станцию Соединить ее и направить туда воды с инфокс-водоканала Проведить там очистку и через глубоководный выпуск за 4,5 километра трубы делать этот выпуск в море Таким образом, а сегодня я вам скажу, что инфокс-водоканал в сутки сбрасывает в Хожебеевский лиман От 100 до 150 тысяч кубометров воды И при тех объемах воды, которые поступают сегодня, инфокс-водоканал Может произойти то, чего мы не хотим Но не замечать это и не знать эти данные мы не имеем права Мы отвечаем за это направление и мы обязаны обезопасить миллионы города Если вдруг, еще раз хочу повторить, произойдет прорыв дамбы Предполагаемая территория затопления 23 квадратных километра В зоне затопления 50 работающих предприятий В том числе инфокс-водоканал Одесский нефтепродукт, Одесская перевалка, Одесский морской торговый порт Биостимуляторы, я их все не перечислю Вот эти все предприятия И Одесский морской торговый порт в том числе Лузановка, все это попадает в зону затопления Этого допустить нельзя И мы сделаем все возможное от нас И зависящее от нас Должно в кратчайшие сроки начать работу по исправлению данной ситуации На самом деле у нас есть понимание и представление о работе дамбы Но дело в том, что на самом деле мы все понимаем Большинство из нас действительно понимает, что по сути это сооружение не является дамбой Потому что это сооружение не создано руками человека, условно говоря, целенаправленно Это такое стихийно создаваемое сооружение многими поколениями Ну и каждый раз мы его пытаемся улучшать Но это делаем не комплексно, а частично И самая главная задача подойти к этому вопросу достаточно комплексно И те кусочки, которые город сделал, действительно спасают от экологической катастрофы Но не решают проблему комплексно Вот это самый главный вопрос Слово прорыва, если вы можете перейти на ту сторону и пройтись Вы поймете, что она абсолютно реальна Потому что местами те защитные мероприятия, которые были предусмотрены Они уже не существуют То есть есть места в этой дамбе с той стороны, которые уже являются опасными с точки зрения прорыва Раз, во-вторых, если мы понимаем, что я вам говорил, что это сооружение насыпное То есть и обломочное, и в том числе огромное количество в советское время наброшено железобетонных изделий То они не являются сплошными, да? То есть вода просачивается и фильтруется на эту сторону в любом случае И местами это происходит просто обмен воды с одной стороны полярошения Это однозначно, поэтому слово прорыв здесь очень просто Поднимается уровень воды, стихийная какая-то вот такая ударная нагрузка И это все возможно Здесь идет о том, что параллельно это проектирование новой дороги С укреплением той стороны, которая будет действительно Сегодня методов есть и предложений достаточно много Но это все финансирование, все финансовые вопросы и волевые политические вопросы Они должны быть решены, и тогда вопрос будет решаться И вопрос решается сначала тех первочередных мероприятий, которые сегодня стоят Для того, чтобы обезопасить и население, и в общем-то экологическую катастрофу, которая может произойти И с другой стороны, действительно привлечение специалистов, чтобы дать предложение по комплексному решению в дальнейшем Аварийный стан мы видим на канализационно-насосных станциях Как на пятой, так и на четвертой Вже навіть стіни вода подходят через стіни Тобто, главная задача сьогодні – это не допустить критичной ситуации и эффективной работы канализационно-насосных станций, которые перекачивают воду до Хаджибейского ремонта Принято решение на этом неделе провести заседание комиссии техногенно-экологической безопасности при МИКОНКОМ, чтобы подать материалы на областную комиссию Тоді ми можем розглядати питання про виділення коштів з резервного фонду Я прийняв рішення негайно дати доручення представникам архитектурно-державної академии Там є фахівці, які б розробили, скажімо так, тимчасовий проект для того, щоб утримати роботу канализационно-насосных станций Тоді ми говорили, що підпадає, у нас по-другому підтряків є велика Тобто, щоб рості постійisme Следующе, на коi см�, цих є вирок і твое? Тобто, що об'равділи, майданні? Тобто щас зряжемо Тобто, що ставлю Тобто, будь лоші Хорош, а як це зімається? Водопад Про компания Вода тепла с rifle, не из-под трубы, а из-под стены И со стены западной , которая смыкается с глафандом явно была подпочвенная , явно она была вымыана из подпочвmoon mass sl Destiny, admiate bes م step than stank слималом перетекала на ту сторону вот у нас в этом месте не знаю что там на нож сочет свитих лучше собственно сына кто усиливать внуки и внуки и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok